Привет, друзья! С вами вновь я, Виталий. И сегодня я хотел бы поделиться с вами небольшим своим наблюдением по поводу постановки целей. Когда зачастую мы достигаем своих целей, то мы попадаем в состояние неудовлетворенности этим результатом. То есть у нас отсутствует длительное эмоциональное или чувственное удовлетворение, достигнутое целью. Откуда это происходит? Откуда растут ноги? И вот этот момент здесь очень важный. Потому что наши цели зачастую не привязаны к нашей жизни. Этот момент сейчас я хочу пояснить вам. А именно, наша жизнь, вот я написал здесь небольшой такой плакатик, опять его продолжаю готовить, дальше уже разрастается так плакатик. То есть ваша жизнь, друзья, моя жизнь складывается, общеизвестно, из трех сфер. Эти сферы очень простые, доступные нам для понимания. Я их написал таким более ясным языком. То есть в первой сфере я живу как бы для себя. Все, что я делаю, я делаю для себя. Развиваюсь, что-то приобретаю, что-то творю, какие-то действия совершаю, в чем-то участвую. То всегда там находится приоритетом состояние «я живу для себя». А вторая сфера жизни, сфера жизни близкого окружения, семьи, когда я говорю, что «я», «вы», «я», «вы» и так далее, живем для семьи. Что-то мы делаем для семьи, для близкого окружения своего. И тогда мы называем такую сферу жизни для семьи. И третья сфера жизни, она тоже так же понятная и ясная, это сфера жизни нашего общественного состояния. То есть мы в обществе что-то делаем, предпринимаем какие-то действия в экономике, в творческой жизни, в каких-то проектах и так далее. Но мы там получаем оценку и стоимость, оценяется наши действия. И, соответственно, мы какую-то общественную пользу приносим. Итак, три сферы жизни у нас имеются, и при этом мы ставим себе какую-то цель, которая привязана зачастую к какой-то одной сфере жизни. И когда мы достигаем этой цели, мы получаем результат. И этот результат создает такой дисбаланс, дисгармонию, вносит в эти сферы жизни, которые оказались обделенные вниманием. Соответственно, эта ситуация не удовлетворяет нас. И мы получаем что? Мы получаем снижение нашей самооценки и снижение нашей самоуверенности. Хотя, казалось бы, мы достигли нашей цели, но тем не менее, приходя в другую сферу жизни с этими результатами, мы не видим повышения нашей самооценки, не видим гармонии, не видим, что вот этот достаточно высокий уровень какой-то жизни имеет не такое высокое качество жизни. И я предлагаю вам и себе в том числе использовать этот момент для правильной постановки цели. То есть, когда мы пишем, допустим, пишем сегодня свои цели на какой-то период, на длительный, на краткосрочный, я вам предлагаю из этих 10 целей именно сформировать такой пул, да, пул такой сформировать, в котором будут цели, включая в себя цели для себя, для своей жизни, личной жизни, цели для семейной жизни и цели для достижения каких-то в общественной среде. Тогда у нас такой пул целей будет более гармоничный, и, соответственно, возможно, вы будете меньше уделять силы, внимания, ресурсам каким-то желанным достижениям вами цели, да, какие-то желания, вы так говорите, или хотения в какой-то сфере жизни получить, какой-то там достичь цели, результат, да, но при этом у вас будет более гармонично, то есть ваш уровень жизни будет качественным. То есть он, когда уровень жизни высокий, говорят, хорошо человек зарабатывает, много денег, но качество жизни низкое. Качество жизни, то есть эмоциональных ощущений, полноты жизни у него нет, именно потому что в трех сферах жизни не хватает гармонии. То есть одна сфера жизни перетягивает на себя одеяло, а виноватый оказывается человек, да, он страдает из-за этого. Поэтому, друзья, сегодняшний видеоролик я посвящаю этому акценту, это очень важной мысли о том, что при постановке цели важно учитывать интересы всех трех сфер жизни человека. Личная жизнь, семейная жизнь и общественная жизнь. Если мы видим, что цель не бьет, как бы, да, противоречит интересам семейной жизни, да, или личной жизни, то эту цель необходимо скорректировать, то есть внести в этот самый списочек своих целей, цели, которые отвечают интересам семейными, да, интересам личной жизни, совершенствованиями, навыками и так далее. Это важная вещь, друзья, я предлагаю вам ее применить в своей жизни и поделиться своими наблюдениями, результатами. С вами был я, Виталий, всего доброго, подписывайтесь, лайкайте, ставьте колокольчик там, где надо, и будете получать мои новые видосы. Пока-пока.